В столице Чувашии прошел второй фольклорный фестиваль «Истоки». В течение нескольких дней музыканты со всех уголков России и ближнего зарубежья радовали чебоксарцев в живом и самобытном исполнении. Наша съемочная группа побывала на гала-концерте, где выступили лучшие этноколлективы. Индийские и русские народные инструменты, акустическая и безладовая бас-гитара – все слилось воедино. Московская фольк-группа «Аврория» расширяет музыкальный горизонт и погружает слушателей в особую атмосферу, как, впрочем, и все остальные участники концерта. Здесь можно было не только увидеть редкие инструменты, но и услышать неожиданные музыкальные сочетания. Приходя в зал, забываются сразу все проблемы, смотря на вот эти вот замечательные группы, слушая их поистине волшебную музыку, можно сказать, даже мистическую местами. Душа дыхает, да. Чувствуется какая-то гармонизация даже внутри умиротворения, покой. Просто хочется сказать «Ом!». Мы любим музыку, естественно. И как узнали, мы пришли сюда, собрались, и как будто вот летишь в космосе как-то музыкальном. Ну, сказать сложно это, вот только в душе, наверное, это. Фестиваль проходил на четырех творческих площадках «Чебоксар». Участники продемонстрировали не только уникальную манеру исполнения, но и провели мастер-классы. Истоки – это смешение стилей и традиций, сочетание народных мелодий и звуков в современной обработке. У фестиваля немало поклонников, а это значит, что этнофорум еще не раз порадует любителей жанра вордул-мьюзик. Татьяна Леонтьева, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика. Свет, камера, мотор. В Чебоксарах прошел первый всечувашский кинофестиваль «Азам». 15 номинаций, 11 кинолент. Кто получил самую желанную награду – лучший фильм и собрал больше всех статуэток, узнали мои коллеги. В течение недели шел показ конкурсных фильмов. Все работы чувашских режиссеров. Жанры разнообразны – это мелодрамы, комедии, драмы и даже документалистика. Представлены как полнометражные, так и короткометражные картины. Лучшим анимационным фильмом стал «Чуваш Синьжи». В коротком метре не было равных по обращению Константина Ефремова. А лучшим художественным фильмом признали дебютную работу режиссера Евгения Герасимова Егор Шилов. Спасибо вам, люди, которые смотрели, которые смогли оценить нашу работу. Работа, которая сделана от души. Работа, которая сделана для нашего зрителя. Прежде всего для зрителя. И очень приятно, что в нашей стране возрождается такой момент, как из критиков мы превращаемся в зрители. Чувашский блокбастер собрал и другие престижные награды – лучшая женская и мужская роль, а также лучшая роль второго плана. Еще одним фильмом, который завоевал признание и получил гран-при в фестивале, стал «Харло». В номинации «Лучшая художественная постановка» победила документальная лента «Чувашские амазонки». Было работать весело, интересно, помогали люди. Чуваша вообще открытая очень нация, очень доброжелательная. Эмоции зашкаливают. Это был замечательный фестиваль. Я была рада принять участие в нем. Супер. Первый блин не оказался кому. Фестиваль показал, что местный кинематограф способен на многое. В планах сценаристов новые идеи и новые мысли. Это будущее нашего народа. Через кино, через фильмы мы будем доводить до сердец каждого гражданина нашей республики. Расскажем об истории нашей родины, о наших потомках, о наших успешных делах. И я думаю, успех гарантирован. В кинофестиваль планируют сделать традиционным, а географию показа расширить.